Имам Аль-Хафиз Абдул-Ганя Аль-Махдифи, а тот, который скажет, если кто-то скажет, как понять, Всевышний Аллах спускается на ближайшее небо, если он спускается, то его трон пустое остается, что ли? То есть все, Аллах спустился и на троне его уже нет? Или наоборот мы говорим, что нет, Всевышний по-прежнему остается на троне, хоть он и спускается на ближнее небо? Говорит, как бы ты ни сказал, так или так, то есть остается ли трон свободный, или Всевышний по-прежнему остается на своем троне, даже если он спускается на ближайшее небо, оба эти слова являются хаулем моптада, являются словом нововведенческим, так, то есть словом нововведенцев. Нельзя такое слово говорить. То есть неправильно говорить, что Всевышний Аллах остается на троне, или трон остается пустое, когда Всевышний спускается. То есть об этих вещах не нужно спрашивать и не нужно думать. То есть Всевышний спускается так, как Он спускается, и мы знаем то, что нам сообщил, и Всевышний не сообщил нам. Остается его трон пустой, или что? Или он сам остается на этом троне, несмотря на то, что он сказал? То есть об этом нам не сообщил, поэтому мы о таких вещах не спрашиваем. Понятно ли? А кто спрашивает, тот спрашивает слово, или вопрос, который не спрашивают у него первые три поколения. И говорит ура, и он Мухтара. И пришел, если он спросит один из этих, то есть задаст этот вопрос, или ответит на этот вопрос одним из двух ответов, то он пришел с мнением Мухтара, выдуманным. С мнением выдуманным. Что, знаешь, выдуманное? На которого нет довода, ни из Фурана, ни из Сунны. То есть ты не можешь привести довод ни из Фурана, ни из Сунны о том, что трон остается пустой. И также не можешь привести довод о том, что Всевышний Аллах продолжает оставаться на троне. Понятно или нет? То же самое, братья, те, которые говорят, как этот Всевышний Аллах спускается на ближнее небо каждую последнюю треть ночи. Говорит, на земле в любом случае присутствует всегда последняя треть ночи. Так или нет? То есть если у нас сейчас день, то где-то треть ночи. Последняя треть ночи. Потом, если она у них заканчивается, переходит на другую территорию, так или нет. Потом переходит на другую, то есть постоянно, постоянно на земле присутствует последняя треть ночи. Это что означает? Что Всевышний Аллах все время что ли на ближнем небе? Или как это понять? Или все время он спускается, или как это понять? То есть эти все вопросы, что мы не задаем и не спрашиваем. Он говорит, что Всевышний Аллах спускается на последние треть ночи, а как он это делает, нам неизвестно. И Всевышний Аллах, Афама, так, ни в ком не нуждается, и все нуждаются в нем. То есть Всевышний Аллах не зависит от временных рамок, которые у нас здесь на земле установлены для кого? Для жития людей, так или для бытия людей. Это все для нас Всевышний Аллах установил временные рамки и тому подобное. Там допустим силы притяжения и подобные законы физики установлены для кого? Для нас. И не влияют они на Всевышний Аллах. Всевышний Аллах независимо от них. Поэтому мы не говорим не так, не так. Понятно? А умалчиваем вообще об этих вещах и что? Не задаем таких вопросов и не отвечаем на такие вопросы. Не отвечаем на такие вопросы.